Сейчас вы узнаете иерархию истинную интеллектуалов, ребят, на ютубе, поехали! Опять. Интеллект — каждым по-разному трактуемая штука. Тот, кого считаю псосом я, для вас может быть преисполнившимся старцем. Моих критериев три. Чем чувак свободнее себя ведёт, тем он умнее. Чем... Чем чувак свободнее себя ведёт, тем он умнее, ну... Так, да, многие трэш-стримеры умные невероятно, просто канонично. Чувак лучше разбирается в своей области, тем он умнее, чем... А как ты это определишь? А как ты определишь, что он лучше разбирается в своей области, если ты в ней не разбираешься? Чувак круче адаптируется к ситуациям, тем он умнее. Да, какой-нибудь кривляк-отиктокер в плане поведения для меня будет умнее любого из клана Абурамы. Тиктокер не носит балахоны летом. Тиктокер не усложняет свою речь вот этими странными рифмочками. Тиктокер глуп, мало что понимает, но ведёт себя как хочет, и в отличие от вечно потного шина, живёт в комфорте. Можно не по... Бля, чел... Ёбаная, не можешь... Ладно. ...понимать, как оплатить поездку на автобусе, но при этом в идеале освоить кардиохирургию. Пока ты прошарен в том, в чём выставляешь себя прошаренным, никаких претензий к тебе не будет. Тот, кто сможет адаптироваться к жизни в клетке с крысами в виде единственного источника питания, будет умнее того, кто не догадается, что их тоже можно поймать и зажарить. Надеюсь, вы меня поняли. Я всё-таки Наруто-блогер, мне каждую деталечку разжёвывать надо. Не поймут. К слову, именно потому что я Наруто-блогер, половину из списка вы вообще можете не знать. Не бойтесь, вкратце поясню за каждого. Давайте с низших. Уйтипедия. Он же шевцов, зрелый... Ха-ха-ха, в десятку, блядь, вошёл Уйтипедия. Ну, маргинал, запомните сейчас, ребят, запомните эту идею великую. Маргинал является вторым в списке топа интеллектуалов Ютуба, где десятым является Уйтипедия. Поняли? Поняли, ребята, поняли? Да, слава богу, меня в этом списке нет. Мужик с бородой внешне, вероломная малолетка внутренне. Основных канала два. Один про игрушки и технику, другой о культуре, странах и высоком. Достаточно вспомнить, как в одном из роликов, говоря о репрессиях в Советском Союзе, он, как аргумент, привёл книжку Солженицына. Художественно-историческое произведение. Произведение, жанр которого фантастика с микроэлементами реализма. Это как если бы я начал доказывать существование огромных волосатиков на примере их появления в Атаке Титанов. Помимо Архипелага ГУЛАГ есть тысячи других книг, которые рассказывают о десятках миллионов репрессий. Но нет ни одной книги, которая бы отрицала эти книги. Фактами, книги наподобие Архипелага ГУЛАГ никак не отрицаются. Они отрицаются лишь на словах. Это пиздобольство, такого не было. Помимо Наруто, есть тысячи произведений, в которых как источник силы используется чакра. Но нет ни одной книги, которая отрицала бы их. Так что, ребята... Ну слушайте, он в десятку вошел, Сергей. Он вошел в десятку. Он вошел, блядь, в десятку. Понимаете? Просто если так подумать, то Айтипеди, ну чисто по моим параметрам, по моим ощущениям, как и Стаса, и как просто, они, ну... Они совершенно недогадливые. То есть они совершенно глупые люди. Там даже Ларин, Ларин умнее их намного. Там, я не знаю, Хованский намного их умнее. Егор Погром намного их умнее был, например. То есть просто сейчас уже троечку перечислил. Реально на порядок умнее, свободнее, лучше, лучше в своей теме разбираются. И так далее, так далее, так далее. То есть мы берем, уже сразу просто накидали три человека. Дог умнее, там, я не знаю, по всем этим параметрам. Причем по всем трем параметрам умнее. Линк будет здесь, этот, ну, этот, как там его, Игорь Линк. Ну, Игорь Линк не самый тупой, как бы. Вот наша... Понимаете, Сергей? А фишка в том, что это не самые умные блогеры. Они средние. Просто если мы спустимся по Ютубу чуть-чуть ниже, чем говнодристательные шутки для гомосексуалистов, да, вот это, вот этот уровень, где Хованский, Ларин там и прочие люди обитают. Вот как только мы спустимся чуть-чуть пониже, к маргиналу как раз, да, где-то на уровне маргинала, чуть ниже, чуть выше. То там обнаружим огромное количество людей, которые реально шарят, ну, во многих темах, в каких-то своих темах разбираются. Так что, честно говоря, доличие здесь айтипедии о многом говорит. Поехали. Анатомия, как видите, аура продувается, достоверность неоспорима. Я перечитал все книги на планете. Ну, если это от самых тупых до самых умных, он, может быть, с самого конца начал. Сейчас будет миллиард людей, где айтипедия самый тупой, может быть, действительно, хорошо, я бы тогда согласился, но тут это топик. И знаю, о чем говорю. Для того, чтобы находить в нем противоречия, даже нескольких роликов сравнивать не надо. Достаточно взять один про то, как не быть быдлом и сопоставить две фразы оттуда. Мы только что сделали оценочное обсуждение по внешнему облику. Это неправильно. Одежда не влияет ни на что, она ничего не значит. Национальная символика, моя самая любимая. Здесь все крайне просто. Видишь футболку с гербом, флагом, флаг в руке, быдл стопроцентный. Предположить, что человек не всегда может носить футболочку с гербом, чтобы подчеркнуть патриотизм, а потому что она удобнее остальных или других банально нет, ну, чересчур тяжело, понимаю. А даже если хочет подчеркнуть, в чем проблема любить страну или ее символику? Это мешает признавать другие косяки? Как? Ну, нравится мне флаг, допустим, чисто эстетически, поэтому футболочку с ним и ношу. Мне при этом обязательно любить все государство? Верх гениальности Шевцова? Прикриваться на свои аватарочки во Вконтактике и заменять словарный запас на словесный арсенал. Нужно ж образование показаться. Раньше постоянно обращаясь... Прикольно, словесный арсенал, прикольно звучит. ...внимание на неправильно поставленную запятую, на чем строились рубрики. Сейчас, ну, видимо, посмотрев один обзорчик Микитки, кричит о прескриптивистах. Мол, плевать. Как хочу, так и произношу. Как удобнее, так и пишу. Кофе, да, я говорю кофе, а в среднем роде, потому что так правильно идите нахуй прескриптивисты. Вы даже слова от кого не знаете, так что вы уже два дня унижены. Но комментаторы-то тоже писали, как им было удобнее. Чего ж ты их тогда высмеивать пытался? Поменял позицию? Вопрос, почему устаревшие видосы, позиция которых не актуальна и ошибочна, не удалены? Ты ж типа поменял взгляды, нафиг они теперь нужны? Циферки жалко терять? Не удивлен, учитывая, что с миллиона на каждом видосе за пару суток, после серии разоблачений ты еле как 400 тысяч за неделю собираешь. Не, всё ещё много, но совсем не так хорошо, как было раньше. Всё, ради чего можно смотреть айтипедию, поражать. Не шуток, а аргументов и их беззубости. Какой ролик не открой, вся критика будет строиться на локальных историях родственничков. Стоп, а почему? Он вроде не любит айтипедию, слушайте. Нет, он вроде реально его не любит, а нахуё он его упоминает? И личных впечатлений. Только на русском человеке можно найти модные шмотки. За границей не отдыхает ни одного русского пенсионера. Авторство самых мемных цитат именно за ним. Всё на словах и субъективных впечатлениях айтипедии, которые, видимо, стоят на первом месте и достойны того, чтобы стать фундаментом целой серии видосов Охрен новости, Россеюшки. Когда же хочется показаться объективным и подчеркнуть какие-то плюсы, он будет говорить о том, насколько в СНГшных странах автоматики шикарно перебирают денюжки и шаурма вкусно готовится. Так иерархия, он должен перечислить тогда иерархию какую-то, восходящую, вероятно, ну или какую-нибудь. То есть, стоп, Никит, смотрите, в чём дело. Он написал «Иерархия интеллектуалов на Ютубе», он просто начал с айтипедии. Типа он в самом низу, и всё, единственный. А почему он не обозначил словесно тогда то, что он сейчас будет прям иерархию тотальную делать? И как эта иерархия строится? Почему он не прочертил вначале, как она выглядит хотя бы приблизительно? Какую форму иерархия имеет она? Вот такая, пирамидальная, там, или какую форму, там, кто наверху, кто не наверху, кто внизу? Или это просто несколько человек вот так вот в ряд будут идти, и всё. Тогда тупое видео просто. Месье Беспристрастность. Перестал смотреть его ещё два года... Ну, что он реально не понимает значение слова «иерархия». Ну, просто он реально просто сделал странную хуйню. Назад. Потому что даже как материал для ухахакивания, он стал, ну, слишком уныл. Всё, в чём он не обсирается, это когда говорит очевиднейшие вещи. Бухать после одиннадцати – плохо. Нормальным культурным человеком быть хорошо. Повторяет одно и то же из ролика в ролик, закрыв глаза на миллиард разборов, которые это опровергли. А ты-то вроде смотришь эти обзоры и даже комментируешь. Правда, как видишь, что ответ автора набирает в два раза больше луцков, сразу удаляешь? Типа, нет, вам показалось. Я тут ничего не оставлял. Позориться не хочу. Позно, Фродо. Всевидящее Око всё запоминает. Ай, как просто. Он же Стас. Тоже ведёт несколько каналов, и один из них, как у прежнего, на техно-тематику. Больше расхайпован, как обличитель популярных ютаберов. Ютаберов типа Соболева, Немаги, Моргенштерна и Маразма. Ютаберов, критика которых, на мой взгляд, ничем не отличается от критики мистера Макса и Влада А4. Угрожающий статус разносителя контента для шкалоты. Стас пипец закомплексован. Придя на стрим к лингвисту из Калифорнии, будет перед каждой фразочкой повторять, условно говоря, чтобы не... Лингвист из Калифорнии. Не дай, боженька. Проблема в том, что этот лингвист из Калифорнии находится не в Калифорнии. Ну да, ладно. В случае какой-то немножечко неправильной трактовочки ошибиться. Ну, условно говоря. Ну, условно говоря. Ну, условно говоря. Ну, условно говоря. Ну, если условно говоря. Смотри, условно говоря. Условно говоря. Я условно говорю. Условно говоря. Ну, условно говоря. После стрима... Не лень было вырезать, условно говоря. Ладно. Тем же калифорнийским лингвистам будет заявлять, что искренне считает себя и свою позицию правильной. А как пройдёт годик, говорит, что специально пришёл и обосрался, но обосрался благородно. Я сделал это, чтобы разнести свой образ рыцаря на белом коне. Чтобы люди поняли, я такой же совершающий ошибки человек. Мне не надо верить. Я специально порол всякую херню, понимая, что выдаю себя в невыгодном свете. Это хрен с ним. И ты отлично как по нотам всё разыграл, натравив на меня свою аудиторию. Сотни вот этих вот дебилов, которые... Привет, медитическое лицо, сверчок, язычник, софист. Нет, я не пьяный. Да, действительно разыграл. То есть он пришёл на аудиторию менее популярного стримера, какого-то говноёба. Бегали, всякие мемы скидывали, идиотские. До сих пор радуюсь, когда вижу где-то мем о Еже, потому что это охрененно, это искренне. Смешной дядька, наверное, наркодилер, напомню, так его сагрил, что он после трансляции видосик с пояснениями, почему считает себя правым, записал. Пошёл нахуй, бля, петух ёбаный. Хули ты там вякаешь в интернете, у мамки на хате, блядь, сидишь и пиздишь чё-то. Потом, правда... Я не знаю, шея, ладно, не буду ничего пиздеть, окей. Удалив это, прекрасно контактировал со Смайлфейсом, парнем с каналом на 40-50 тысяч. Тот, в момент, когда все блогеры обвиняли государство в строительстве храма, и Стас был в их числе, забелел на него разборчик. Объяснил, что так и так, перед этим были опросы, что всё делается на деньги спонсоров, а не государства. Объяснил, каким образом после этого будет облагораживаться близкая к строительству территория. Что, Стас? Стас? Цитата. Когда ему задали вопрос, а где, собственно, пруф и того, что я с кем-то работаю, он... Ну, у меня есть инсайдеры, мне кое-кто сообщил. Мне человек, которому я, ну, у меня нет поводов ему не доверять в той конкретной ситуации, рассказал об этом. Всё, блядь. Что за инсайдеры? Что администрации потребовалось от паренька, у которого на тот момент было 30 тысяч подписчиков? Стас не объяснил. Чтобы настолько сильно оподливиться парочкой фраз, из-за того, что тебе было сложно сказать, да, извини, тут я ошибся, но это только Стасом или культом аниме надо быть. Причём оподливиться очень серьёзно. Из-за какой-то взятой из головы херни он мог целую мини-карьеру уничтожить. Околеветали его, бля, ебать, стрим смотрело там 800 человек, меня просто заебали вопросами про тебя, я ответил, блядь, всё. Хорошее отношение к информации. Отношение, когда тебе может написать кто угодно, сказать, что хочет, ты в это поверишь, и от того, что меня достали вопрос... Ну, не было же никаких оснований не доверять. Вот мне написал какой-то незнакомый человек. Кстати, ну, многие стримеры около интеллектуального такого уровня, типа Васила, такой информации обычно доверяют. Вот пишут им какие-то долбоёбы и дегенераты что-нибудь плохое про Шадова, и Васил такой сразу, да, нет никаких оснований не доверять. Что Шадов угрожает людям, напоминаю, да, что в стриме, на стриме Васила, но, в общем, нередко зрители пишут, что я угрожаю, блядь, людям в свободное время от стримов. Пишу, просто пишу людям угрозы, понимаете, хуярю угрозы без остановки. Вот это интересно, вот это интересно. То есть, понимаете, вот есть около интеллектуальные стримеры, которые, ну, тоже готовы, видите, повестись на всякую хуйню. Как-то так, как-то так, как-то так получается. Чё Стасик-то? Стасик-ананасик, ну, Стасик стримит, Стасик может хуйню сказать. Бывает такое. Ну, часто. Бывает такое часто, но все говорят хуйню, мы можем... Это, блядь, у маргинала хайлайтеры вырезают порой такую хуйню, такую хуету вырезают, редчайшую тупость, что на фоне Стаса и как просто маргинал выглядит дегенератом полным, просто тупейшим, блядь, человеком. И это отчасти нормально. Ну, мы ведем стримы, мы ведем стримы много, мы ведем стримы по несколько часов. И, в принципе, проебаться очень легко. Ну, вот ты сидишь, тебя все заебало уже за сегодня. Ты посмотрел уже там, сколько-то там, 10 видосов, блядь, откомментировал, устал. И тут тебя, блядь, спросили, как ты относишься, я не знаю, к какому-нибудь дегенерату. Ну, да, вот про отмену смерти это реально полный пиздец был. Ну, это просто, блядь, взрыв головы. Это уровень ниже Стаса и как просто. Стаса и как просто никогда до такой хуйни еще не спускался. А это вырезали. Это вырезали как некое умное рассуждение, заметьте. То есть, над Стасиком-то все почти смеются, я обращу внимание. Да, Стас сказал хуйню, все смеются. Что сегодня был, коэстрим не важно. Короче, все смеются, а Маргинал сказал хуйню. Это вырезают на хайлайт. И все такие, да, заебись, логично, умно, ценности там. Ну, да, действительно. Ценности моё почтение. Просто заебись, ценности какие. Ладно. На похуях. Ёжик Лисичкин. К счастью, этот уже без техноканала. И да, на аватарке самый настоящий ёжик. Записывает видосы на близкие к айтипедии темы, но делает это намного лучше. Сладкие ки... Ну, шуе, да, я согласен, что на фоне как и просто любой выглядит интеллектуалом тупее, разве что Вальнов. Но Маргинал смог спуститься на такое дно, и этот контент вырезали. Этот контент вырезали и выложили в общий эфир. Я здесь просто говорю о том, что в принципе, в принципе, но вырезать любой информации про любого стримера можно, ну, миллиард, короче, всякое. И его ошибки заподозрить. Просто в каждом, на каждом шаге. Вы смотрите один стрим шестичасовой, все, пиздец, у вас целая коллекция проебов просто будет. Если вы просто проебы считаете, если вы не обращаете внимания на хорошие тейки, если вы не реагируете на хорошие аргументы, а только реагируете на ошибки, проебы, оговорки и так далее, вы их обязательно найдете у любого стримера. Ну, не первый стрим шестичасовой, третий, четвертый, пятый у вас наберется уже на целое видео, где вы можете просто обсирать почти любого человека, который ведет стримы. То есть вам, в принципе, нужно просмотреть несколько больших стримов, и все, человек там обосрался, человек раз 10-20. Вы уже можете любого стримера разъебать, вообще любого стримера, вообще, блядь, без исключения. Бояршиного, там, доктора наук, кандидата наук. Всех ученых в мире можно обоссать, просто не выходя из прямого эфира. Так что, ну вот, радуйтесь этому. Все могут быть обоссаны и обосраны, ну, поскольку тематика стримов требует длительного просиживания штанов перед монитором, просматривания кучи контента и высказывания, кучи всяких там высказываний, которые, ну, вот, на самом деле могут быть ошибочными, на самом деле, да? Тихий, деликатный, сговором в микрофон на вот такое расстояние. Ну, Йожек Лисичкин не самый глупый, мне не нравятся его позиции, но он пытается интеллигентно их донести, по крайней мере. Это уже неплохо, это уже периодически неплохо, на самом деле, это довольно нехорошо, но позиции его мне просто не нравятся, я с ними чаще всего спорю, ошибочки там, не ошибочки, не ошибочки, короче, всякие сложности есть. Милым зверьком на фоне. Когда я слушал его первый раз, мое воображение рисовало, ну, такие соблазнительные портреты. Так вот, я засматривал его активно, и в один момент пробоины в суждениях стали чересчур заметны. Разбирая тот же тезис про книжку Солженицына о Этипедии, он, внимание, обвинял того во вранье. Действительно, Алексей Солженицын просто не мог врать, ведь он брал всегда только достоверные источники. Ну, типичная для совков хуйня, забей. Ну, у них это распространенная риторика такая. То есть, ну, не может у человека все быть аргументировано. Ты, блядь, просто взял, выбрал случайную какую-то хуйню, которую он сказал, и ее в качестве аргумента против ежика Лисичкина выкинул. Ну, мое пальцы. Солженицын, мол, врет нам, никаких сотен миллионов репрессированных не было. Если у Этипедии это было тем же, что доказывает существование звероподобного Титана на примере его появления в аниме, у него то же самое, если бы я начал называть Титанов лживым, несоответствующим действительности произведением. Произведением, которое нас обманывает. Произведением, которое, блин, преподносится художественным. Вспоминаю его глубочайшие рассуждения про... Значит, не понимаю, о чем он говорит сейчас. Что-то я, видимо, не вхожу в иерархию интеллектуалов. Приветствую, банкоманат, мразь. Приветствую. Вот не вхожу в иерархию интеллектуалов. И, соответственно, не могу понять сейчас претензию, которую вывозит автор. Ну, то есть коммунисты литерали считают, что Солженицын и его, в общем-то, текст архипелаг ГУЛАГ производят негативный пиар Советскому Союзу. И в этих текстах, по мнению коммунистов, значительно, значительно преувеличены жертвы, значительно преувеличена значимость репрессий и значительно все это плохо, в общем-то, сделано. И поэтому коммунистам не нравится вот это замечательное, интересное произведение, художественное. Да, действительно. Ну, имеют право. В общем, проблема. Эксперименты над животными с выводами а-ля бедных крыс мучают на благо науки. Но стоит ли наука и прогресс их мучений? Вот это вопрос. Всем пока! Подписывайтесь на канал! Какое мнение-то необычное! Животных мучают. Это плохо. Наука не может без этого развиваться. Это плохо. Приветствую Дарьон Гроссу. Рад видеть. Вот. Вывода не будет. Всем удачи! Не забудь токануть на колокольчик! Потрясающие россказни о проблемах современных учителей, которые сформированы на подобных айтипедии и рассказиках из жизни. Обобщение, оправдывающейся фразой, так было не только у меня, эта ситуация касается многих, но и всё. Ну, меня на самом деле поражают люди, которые, ну, пытаются через опровержение, ну, в качестве опровержения я, в качестве опровержения, вывести, вывести, соответственно, какие-то просто-просто набор недостатков. Это неправильный подход, это подход абсолютно неинтеллектуальный, это подход абсолютно кринжовый. Таким способом раскритиковать можно кого угодно. Новый год скоро наступит, ещё чуть-чуть. Так вот. Вообще кого угодно можно раскритиковать, вообще без исключений. И... Всё, сказав, что эта ситуация касается многих, свою аргументацию можно ограничить. Привести хотя бы один источник, где это было бы подсчитано, чё-то не судьба. И да, грызут... Ну, один источник ни о чём не говорит. Он, скорее всего, он мог бы подобрать этот один источник. Не прочь вбросить несколько фейков от себя. Вспомните только, что было в Екатеринбурге, когда власти хотели построить храм в сквере, а люди выходили на улицы, битинговали, чтобы этого не произошло. Да-да, тот же момент. Власти, каким-то чудом оказавшиеся частными спонсорами. Ещё два года назад разоблачённую херню, как серьёзное подкрепление, к тезисам вкидывать. Ты серьёзно? Вот он, ёж, настоящий герой погрязшего во вранье Готэма, распространяющий те же утки, говорящий очевидности на уровне текущей воды и растущей травы, апеллирующий к локальным историям, как к чему-то, что должно доказывать убогость вообще всей отрасли. Я не хочу сказать, что он несмотребелен. Ни в коем случае. Хорошие ролики есть, зачастую приводятся хоть какие-то статьи, и... Если смотреть в соотношении, бреда в роликах меньше. Но, когда проскакивает, уровня Бэггинса, не ниже. Хованский. Мужик, которому достаточно сесть, включить вебку и о чём-то неустанно пиздеть по 20 минут, чтобы это уже было интересно. Такое чувство, будто на каждое устоявшееся мнение, абсолютно каждое, он хочет натянуть свою альтернативу. Не всегда получается обоснованно, аргументировать ту же нелюбовь к Цою, отсутствием в нём мелодичности и вот такими размытыми понятиями какой-то трэшак. Но, знаете, как-то... Аргументировать нелюбовь к чему-то. Вы вообще поняли? Вообще, блядь, как бы... Осознаёте? То есть, да? Если вы что-то не любите, вы должны это аргументировать, видимо. Нахуя? Схуя ли? Схуя ли я должен это делать, чувак? Вот я нашёл ошибку, я нашёл ошибку. То есть, а тебя, шедшие, занести уже в иерархию дегенератов на уровне сайтипедии или нет ещё? Вот. Я начинаю... Я начинаю искать ошибки. Я начинаю действовать по твоей методологии. Довольно прикольные методологии. Очень просто. Вот. Ты проебался, ты сказал какую-то хуйню. Я эту хуйню вот тебе сейчас приподнёс. Чё дальше? Поехали. Да пофиг. Причём, на самом деле, искать недостатки в чужих рассуждениях, особенно если это фейковые недостатки, ну, то есть, ещё их придумывать сверху можно, да? Ты это берёшь, тебе что-то не очень нравится, и ты начинаешь там какие-то вот воротить сложные системы опровержения, когда на самом деле это необязательно. Ну и всё. Вообще-то, истинные хейтеры могут аргументировать, почему они что-то ненавидят. Ну, чаще всего хуйня получается. Ну, так-то... Ну, на самом деле, на самом деле, я вот тоже не очень люблю товарища, в общем-то, Цоя, потому что музыка звучит не свежо на фоне той эпохи, которая была. То есть, она выглядит довольно слизанной там. Причём, Цоя очень часто уличают в том, что он воровал буквально мелодии на Западе. Тексты никакие, мелодия никакая. И чем, собственно, восхищаться, непонятно. Конечно, если мы имеем дело со звездой, то там возможны какие-то, ну, знаете, высокие требования. Высокие требования к звезде. И почему там кто-то кому-то не нравится, ну, может быть, как-то, ну, не знаю, обоснованно, необоснованно, ну, блядь, я не знаю. Окей. Почему ты не любишь острое? Хуй его знает. Сам факт того, что он стремится к максимальной непохожести на остальных, меня уже впечатляет. Как по мне, лучше нести бред, но бред интересный и о котором ты нигде не слышал, чем то, что... Ну, понимаете, в чём дело в Опергод? Вы пишите, можно просто посмотреть тексты Цои, и всё станет ясно. У музыканта нельзя смотреть только на тексты. Тексты в музыке вторичны. То есть я обращу внимание на то, что, да, чаще всего почти все тексты, почти в любой музыке, включая оперу, включая любую почти музыку, почти любой текст, любого музыканта, полное говно. Полное говнище. То есть вы берёте любую оперу, и там начинается, там, я не знаю, фигуро тут, фигуро там, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И на самом деле, с точки зрения текста, это полная хуйня. Фигура тут, фигура там, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Короче, ну что, вы серьезно, что ли, да? Это никто даже не будет рассматривать как серьезный текст. Здесь дело в том, как это поется и как вот этот текст преподносится с помощью техникой песни. Все. Все, песенная техника у вас там идет какая-то, и круто. Все. Этого достаточно бывает в песне. Иногда и очень часто в музыке голос выполняет не роль передатчика смысла, а роль прежде всего я не знаю, музыкального инструмента, так скажем. Текст становится голосом, а голос как музыкальный инструмент. И цель текста встроится в музыкальное повествование, соответствуя музыке. Короче, всей вот этой вот. То есть в нужном месте нужные слоги должны находиться и так далее, так далее, так далее. Единственная цель текста может быть буквально такой. И с точки зрения и содержания и даже техники это все может быть очень плохо на самом деле по... вот в песне. Но... вот критерий не самый важный, скажу так. Все повторяли много-много раз. По максимуму раскрепощенный парень. Не бухнуть в кадре не стесняется. Алкоголь, кстати, зло. Никогда его не употребляйте. Ни миллиард ёпта бля в качестве связующих для слов использовать. Один из вымирающего вида убежденных в том, что качество мыслей не зависит от оформления. Что бы он ни говорил, я буду считать его умнее всех ранее появившихся, тупо потому, что он ни в чем себя не ограничивает. И именно поэтому уже как полгода арестован, обвиняю в своих письмах проклятущую Россию, когда в любой европейской стране за эту же... Один раз проклял, один раз проклял, заметьте. Один раз в одном письме подался эмоциями и проклял Россию, а этот человек выдает это за общее правило. Запомнили? Технология опровержения. Вот она, как работает. Песенку его бы так же гарантированно арестовали, но это упустим. Смайл Фейс. Кстати, о нём. Я настоящий алдяра этого канала. Смотрю с пяти-шести тысяч больше трёх лет и до сих пор остаюсь подписанным. Один из единиц, кто разоблачал Навального, на пике его известный. Это какой-то государственный подсос же. Смайл Фейс. Я, если не ошибаюсь, у него... Ладно, окей, как хотите. Я его мало смотрел, не буду критиковать. Кто обозревал Камикадзе ещё до того, как он стал мемным достоянием. Парень, у которого тот же Стас брал многие тейки для своих обзоров. Сейчас скажу страшное, не поддерживает оппозицию и не считает Россию загнивающей помойкой. Уже четвёртый год детально разбирая... Ну, Россия, конечно, не является загнивающей помойкой. Я согласен. У меня довольно умеренные, на самом деле, отношения к России. Россия могла бы быть и хуже. Каждый пук в её сторону от популярити блогеров. Когда команда Навального обвиняет какого-то чиновника в покупке часов за 700 тысяч, а официальная годовая зарплата этого чиновника под несколько миллионов, и это никак не доказывает его коррумпированность, разбирает это один смайл. Остальные сует язык в жопу. Тот самый канал, с которым не то что рекомендуется, а надо ознакомливаться. Канал, который, без шуток сейчас, прочистит вашу голову. Найдётся разбор практически на каждого, чьё мнение авторитетно и популярно. Если вам лень доказывать своё пренебрежение к кому-то из топов, можете просто скинуть ролик ноунейма в маске, как он сам себя называет, и вопросов ни у кого не останется. О чём говорить, если даже обладатель трёх всевышних не смог найти в нём косяка? Хотя видно, что относился к пареньку в маске с пренебрежением, и хотел это сделать. Ну и... раз речь зашла о нём. Убер-маргинал. Деятель, которого правильнее относить к стримерам, но основная известность всё же была получена благодаря вырезкам с них на ютубе. Вкратце. Татарин, родившийся в России, в один момент переехавший с родственниками в Калифорнию, получивший три высших пофилос... Это и есть умеренная позиция, Сергей. Софи, лингвистики и ещё чему-то, о чём никто из зрителей, включая меня, не помнит. Иногда приглашает медийных персон, иногда устраивает... Менеджмент. ...с ними дебаты, иногда разговаривает... Ну, чмо, на самом деле, реально умнее всех предыдущих. Я, кстати, ничего против этого не имею. Ну, действительно, я согласен. Ну, просто на самом деле, на самом деле, на самом деле, на ютубе наберётся людей на уровне чма, ну, достаточное количество. Я, на самом деле, считаю, что даже рудой, уровень интеллекта рудого, это где-то уровень интеллекта, там, маргинала плюс-минус. Ну, вот... У них уровень знаний одинаковый, уровень обработки информации очень похожий, на самом деле. Просто у каждого свои некоторые умения, где, соответственно, ну, вот, маргинал просто взял и вцепился зубами в пару тейков рудого плохих, ну, и на этом начали все фафорсить, что рудой не тупой. Понимаете, у нас, как бы, у нас в нижнем интернете есть два мема. Рудой не тупой и Стас не тупой. То есть... Но ставить рудого и Стаса вместе, на мой взгляд, просто impossible. Это люди совершенно двух разных каст. Но Чмо, наверное, чуть ли не последний человек, который подходит под критерии, озвученный автор видео в начале. Кстати, да, скорее всего так. Я не знаю, Иван, я бы сюда просто не захотел пойти. Выходит, Ежи умнее маргой, если рудой на его уровне. Я думаю, рудой на уровне Ежи. Я просто напоминаю, что в беседе с Ежи Сарматом рудой победил. То есть у рудого и Ежи был спор, и, на мой взгляд, рудой на голову выше выступил. Ну, конечно, он подготовился, а Ежи Сармат не подготовился. И это как бы... Вот и все. В этом и секрет поражения Ежи. Я считаю, они, в принципе, одинаковые. Уровень знаний у них одинаковый. Не, рудой не сможет философию. Ты посмотри дебату Рудова и Просвернина. Ну, маргинал, и Ежи Сармат тоже не могут философию. Ради справедливости заметим. То есть у них у обоих не получается. Ежи Сармат заперся в философии одного лишь только Нитши, и на него он там, на нем высирается, а других он вообще плохо знает, и вообще не особо любит. И не особо понимает, и как только там про Штирнера речь заходит, например, очень близкий философ, так-то получается, к Нитше, он про него ничего не знает, кроме того, что это ебаный какой-то анархист, хотя вроде бы сам Штирнер книжки по анархизму не писал, и у него там есть некоторые намеки на какой-то протоанархизм, но от отдельных больших работ у Штирнера по этой теме просто нет. Приветствую, Фролл. И вообще впечатление о том, что Штирнер-анархист, может возникнуть только в том контексте, что анархисты подхватили Штирнера, и он им понравился в итоге. Все. То же самое, что Нитши-нацист, только Штирнер-анархист, понимаете? Потому что нацисты, они так или иначе, даже не сильно подхватили Нитши, но вот так получилось, что Нитши там как-то вот тексты его где-то мелькали. И Нитши неожиданно стал вот этим национал-социалистом почему-то, хотя вроде бы философия Нитши противоречит национал-социализму полностью. По всем идеалистическим параметрам Нитши не социалист, Нитши не националист. Он антинационалист и антисоциалист, соответственно. То же самое, ну нет, с Штирнером не то же самое, но очень похожая ситуация. И у Ежи почти все так. Да у Маргинала тоже почти все так. Опергуд пишет, у Рудова на дебатах с Ежи были аргументы тифографиков, которые непонятно на чем основаны. Да, поэтому он победил. У Ежи не было и этого, у Ежи ничего не было. Он просто пришел с голой жопой, посрал и ушел. Прошу прощения, оно так и было. Это конец. Ну то есть, понимаете, пришел, посрал, ушел, пошутил про Гитлера, кстати. Все, до свидания. Дебаты Рудова с Ежи с Арматом выглядели приблизительно так. Ежи пришел, сказал, что он как бы в принципе согласен, в общем-то, с тем, что социализм работоспособен, он мог существовать и все нормально. То есть, он согласен с тезисом Рудова. И соответственно, ну вообще, все это было слито в один момент. Ну по многому, потому что тема была неправильно составлена, тема дебатов. Ну и соответственно, дальше Ежи, он даже и не старался, и проиграл Рудому. Все. В принципе, какого-то великого интеллекта и суперэрудиции мы не увидели. Ежи был отличен и хорош, замечателен только на своих стримах. Хотя, есть подозрение, что, ну, там много пиздоболизма. И не зря Ежи Сармата часто обвиняют в апсерах на самом деле. Так что вот вы смиритесь с этим, да. А Рудой тоже с подготовкой нормально вывозит разные темы. На уровне Ежи Сармата вполне. Просто они из разных лагерей. То есть, если вы хотите каким-то образом приравнять Рудова с высшим образованием историческим к товарищу, там, не знаю, Стасу, а как просто, вы просто неправильно поступаете. Вот. Рудой даже на первый вопрос не ответил про материальные факторы поощрения труда. Ой, какой ужас. Какой ужас. Рудой на что-то там не ответил. У нас есть, у нас был или есть до сих пор полный разбор данного видео. Если хотите, можете посмотреть. То есть, на мой взгляд, Ежи мог намного лучше. Ежи очень сильно поленился и проиграл. И, на мой взгляд, если бы он постарался, они бы были где-то наравне просто. Поэтому я, в принципе, вывожу, что Рудой, этот человек, где-то вот на уровне интеллекта и вообще, в принципе, на уровне знаний, он где-то рядом с Ежи Сарматом находится. Они очень близко. Рудой не отвечал четко на вопросы Ежи Сармата, а наоборот. Ежи Сармат четко отвечал на вопросы Рудова. Мне кажется, вы немножко предвзяты просто потому, что вам нравятся правые, но не нравятся левые. Все. А вот саму дискуссию... Вот мне, например, плевать было, кто правый, кто левый, кто победит, кто проиграет. Мне похуй на оба традиции, мне похуй на оба направления. Я и не центрист, и не правый, и не левый. Я просто смотрел это, как это выглядело. И мне показалось, что они были, ну вот как бы, ну, Трудой тогда просто победил. Берем просто, отбрасываем все вторичные эмоции, все вторичные интересы и вкусы. Рудой просто тогда разъебал Ежи Сармат, потому что Ежи Сармат вообще не готовился. Просто пришел, налегке заготовил пару шуток, выступить в стендапе решил, и все. Конец. Дебаты были очень слабые, на самом деле. Неожиданно. Со зрителями на темы, которые касаются его специализации, но чаще всего... Да, 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 специализация. По лингвистике в последний раз что-то было, я не знаю, хуй сколько, хуй пойми когда. Особенно в хайлайтах-хайлайтах, если смотреть. А вот по философии, ну, маргинала все хуже и хуже, и хуже контент. Вообще, вообще, вот в рамках философского ютуба маргинала не выкупает. Засматривает видосики на заказ. Чем известнее становились выставки... Шадов, если тебе нравится Ницше, то ты правый. Нет, я правый, если я следую идеям Ницше. Я не следую идеям Ницше. Мне просто Ницше кажется большой философской вехой, и я ее давно перерос, на самом деле. Но Ницше почтенную и уважаемую мыслителя. Если он мне нравится, это не значит, что я правый. То есть, мне может нравиться вообще кто угодно. Мне может одновременно нравиться Ницше и Карл Маркс. Вот вообще без каких-либо особых проблем. Слово нравится, если в эмоциональном аспекте употреблять, то мне кто угодно может нравиться. И правый, и левый, и центрист по разным критериям. Так что, вот как-то так. Три мы, тем тупее были заказываемые видосы. И мне на самом деле грустно понимать, что чем дальше, тем меньше обсуждений и больше... Я реагировал на эту критику в Эпергуд? Я реагировал на эту критику? У меня есть видео на канале, где я реагировал на критику Рудова от Ницше. Есть такое. Все. Ну, я все это осознаю. У Ежи Сармата много такой же критики в адрес других мыслителей, которых он не понимает. Все. Ну вот Штирнер. Хороший пример Штирнера. Есть еще огромное количество тех мыслителей, которых Ежи вообще не вдупляет. И у Ежи Сармата фактически все хуже по философии, чем даже у Маргинала. Ну вот у него есть некоторые дискурсы, которые он хорошо освоил. Ежи Сармат очень хорошо знает Ницше. Все. На самом деле почти все. Ницше и те, кто с ним связаны. Ганс Христиан Андерсон хороший. Если, Решатов, если тебе нравится Ганс Христиан Андерсон, то ты приспешник снежных королев. Ну это странная аналогия, не очень подходящая, но смешно. Так вот. Создание малолеткам. Конечно. Да, да, да. Критика Сармата в область франкфурсов. Там вот это вот все идет. Когда он даже эту хуйню не читал, в принципе. И огромное-огромное количество всего остального. Ну насколько я понимаю, он религиовед и потом получил магистратуру психолога, если я не ошибаюсь. Вот. Никаких кандидатских докторских там и так далее, так далее, так далее. Он, короче, постудентил немножко и что-то, свои знания какие-то приобрел отдельно. В принципе, образовательный уровень, он тоже на уровне Рудова получается. Да и, в принципе, уровень рассуждений на уровне Рудова. Тут, как бы, понимаете, в чем дело? Рудой, он не самый худший персонаж. Вот у нас есть Семин. Семин, на мой взгляд, глупее Рудова. Намного глупее Рудова, вот чисто по-человечески. Еще тупее всех Стаса, и как просто. Стаса, и как просто, просто, ну вообще, блядь. Слишком просто, короче. Ну вот, реально глупый человек, реально очень-очень агрессивный, злой. И, в принципе, даже когда он добрый, он не очень умный. Он довольно заторможенный, у него голова плохо работает. Даже если он получает информацию, он очень плохо обрабатывает. Прям крайне плохо обрабатывает. То есть, здесь, понимаете, очень важно понимать, что человек, который считает Ежесармата и Маргинала умными, а Рудова тупым, мне кажется, они слишком предвзяты. Ну, по крайней мере, непонятно, какие критерии здесь определения. Корочка не равно знания, и даже сам Маргинал много раз это повторял. Но почему-то всегда выходит так, что кто бы ни попытался прийти на его стрим, кто бы ни попытался его разнести, уходит с коричневым пятном на штанах. Маргинал жестко про... Да, охуенно. Вообще каждый. Вального. Маргинал жестко о доставщике еды. Маргинал жестко про Санта-Клауса и Деда Мороза. Маргинал жестко про азиатскую кухню. Маргинал жестко, а маргинал жестко... Это, короче, стоит вашего внимания. Примечательно, что он единственный на моей памяти... Он, по-моему, ничего особо не знает по китайской и индийской философии, кроме там некоторых текстов отдельных. Но он религиовед, он поэтому немножко знает про буддизм, и немножко знает там про разные традиции. В целом, всё. В целом, на самом деле, у Ежи именно религиоведческих знаний больше, чем философских. В области вот этих вот видов философии. Так что как-то тут... Вы понимаете, в Опергуд у меня отдельное образование по философским традициям Востока. Я-то как раз послабее Ежи в религиоведении, но посильнее в философских традициях, восточных всяких дисциплин. У меня магистратура там была. И в целом я не видел ни одного у него контента по китайской и индийской именно философии. И видел по религии, по религиоведению, всё. В остальном, он как бы вот здесь, у него стоп есть хороший, правильный стоп. Правильно останавливается в нужном месте. Кроме Хованского и Ежи Сармата Человек, без иронии пренебрежительно относящийся к аниме. Что забавнее всего, он ещё и обосновывает это по делу. Типа, да, с тем, что аниме... Достоевского можно сравнивать с Прилепиным, на самом деле, в опергод. Потому что Захар Прилепин, он пытается отчасти копировать Достоевского неожиданно. Вы можете, ну не знаю, удивиться, не удивиться. Для Захара Прилепина Достоевский величайший писатель, которому стоит подражать, и он видит в нём своего предшественника, так скажем. То есть здесь сравнение вообще допустимо. Почему бы и нет? Происходит от анимации... Мне просто все три не нравятся, в основном Достоевский и Прилепин мне не очень нравятся, но... Как бы... Факты содержат по 13-15 дёрганых кадров в секунду, хер поспоришь. Тем не менее, будь он действительно настолько повёрнутым на своём интеллектуальном аспекте, истории о связи с 14-летками, наверное, не всплывали бы. Не о номе. Мои поздравления и кубок, ты сегодняшний победитель. О нём, уверен, знает ещё меньше. Одно слово. Айзек. Та самая трэш-игруля с какашками и мега-сатаной в качестве одного из боссов. Игра, полноценным прохождением которой считается убийство каждого из 11 финальных боссов за всех 34 персонажей. А ещё нужно разблокировать и подобрать 700 предметов. Так, это маргинал на втором месте. Кто же умнее маргинала? После этого вам дают мёртвую голову, которая, похвастаюсь, у меня уже... Есть хайлайт там, где Ежа поясняет за китайскую философию на протяжении 20 минут. Ну, надо будет посмотреть. Если когда-нибудь закажут, посмотрю, оценю. Так, несколько недель есть. Неонами чувак, получивший три таких. Три раза меньше, чем за полгода с выхода последнего дополнения, прошёл всю игру. Скажете, безумец и задрот, но посмотрите на эту... А, вот кто самый умный. С другой стороны. Всё, вот это первый чел, понял. И какие-то 60 тысяч подписчиков, каждый стрим по Айзеку смотрит не менее тысячи. Ты сидишь, кайфуешь от реиграбельного наркотика, не особо даже стараясь комментировать геймплей, а тебе отправляют донатики. Отправляют и обеспечивают. Популяризируя до такой степени, когда логотип твоего канала появляется около одного из предметов в локализации игры. Причём здесь вообще интеллект? Всё просто. Максимальной немногословностью, чисто за счёт своих навыков, умений и знаний в какой-то из Индии игрушек, он полностью себя обеспечил. Если всем из прежнего списка приходилось стараться, он занимался повседневщиной, транслировал это, и аудитория, оценив уровень игры, подтянулась сама. Усатый дядька, вдвое старше меня, никогда ведь не подумаешь, что после этих слов последует «Профессионально играет Вайзека 24 на 7». Да ему и не надо, чтобы так думалось. До тех пор, пока удовольствие приносит заработок и никому не вредит, есть ли смысл искать в нём какие-то косяки, из-за того, что кто-то что-то не так себе вообразит. И свобода, и умение в одном флаконе. Немногословность... Да, согласен, тогда на первом должен быть папич. Абсолютно, Иван, абсолют ли? Вообще никак не мешает быстро формулировать мысли. Как говорится, редко, но метко. Каждый мат органичен. Большинство смертей, как бы он далеко и с насколько хорошими предметами не дошёл, заканчиваются спокойной миной. Плюсом, так же как и я, считает пятый сезон Джоджо унылишим. Фактор, одного которого для закидывания на первое место уже достаточно. Подобных ему просто нет. Человек, сочетающий самые несочетаемые качества, куда ни глянь. Так, чтобы ты задротил Вайзека, находил время для регулярного просмотра аниме, пытался философствования на стримах, не пёкся о речевых дефектах, о том, что тебя могут как-то не так воспринять, и при этом был 30-летним мужиком с усами, это круто. Блядь, я тоже 30-летний мужик с усами, пиздец. Ты достоин своего места. Целое. Ой, мои дети, чу-чу-чу, какая я малюсенькая. Я ебал, короче. Я ебал эту хуйню, пиздец полный. Тоже должна от меня. Оказаться в этом списке уже зашквар во многом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok